Подскажите, пожалуйста, с каким вопросом Вы сегодня пришли, к кому предотвращаться с этим вопросом и, в принципе, чего ожидаете? Задолженность в базарах у нас не в базарах у нас в отношении к сотрудникам и ненадлежащей обслуживании злого фонда, который находится в видении УЖРТ. В том числе, обещаю. Задолженность у нас позвалась за январь месяц, это уже конец февраля, мы еще и аванс получили за январь. Нету расчетный столб за январь, вычислить пока не может. К кому сегодня Вы будете обращаться? Тут и глава, и служба, и инспекция, и глава города. Должны помочь, решение этого у вас. У вас заявление какое-то? Да, у нас обращение коллективно подписовано у нас Путину, у Владимира Владимировича, у нас такая ситуация, что приехали представители к нам в город, обращение подписало 11 человек. Остальные боятся давления руководства. Конкретно каких людей? Ну вот, Яринский форум. Это дочь депутата Давыдова? Да, дочь депутата Давыдова и которая руководит предприятие неофициально, но через исполняющих обязанностей директоров, которых назначают временно. С какого момента вы начались вообще беспорядки на вашу работу? С 1 января, как убрали предыдущего руководства Конькова. То есть до этого? Я работала на это предприятие 8 лет, не 8, 10 лет. При мне сомнилось 4 руководства, ни с кем вообще проблем не было, никогда. Все руководство было понимающее, задержек по заработной плате не было, все дома, пенсионный фонд обслуживался. Да, пытались по крайней мере обслуживать на те средства, которые собираются с жителями. На данный момент лично вы с какими трудностями столкнулись, вот так как задерживать не идут? У меня трое детей, надо кормить. Расходы. Вы тоже, да, наверное, уже начали образовываться? Конечно, здорово, по плате образовываться, естественно. У меня завтра будет ребенка 2 месяца, пособие при рождении ребенка я до сих пор не получила. Декретный отпуск продлен на 16 дней, эти деньги я тоже не получила. Пришлась опять проблема. Я уволилась 2 февраля, потому что 1 января, как они пришли, как начали, просто не хотите работать, увольняйся с таким тоном, можно сказать. Выживали вообще. Да, и потом выживали, вот натурально выживали. И сегодня я пришла и говорю, вы мне дайте расчет. Я 2 февраля уволилась, вы мне обязаны 2 февраля уже дать расчет. Сегодня 27-й, хотя бы расчетку мне дайте за январь. Они такие, нет, должны, это главный бухгалтер подписать, а главного бухгалтера нет, вакансии открыты, главного бухгалтера нет. Вы мне вот сидите и глаза обманывайте. И вот ни расчетки, ни расчета, ничего нету до сих пор. Скажите, пожалуйста, вот они прям с хамством, да? Да, вот, может, условно скажете, что говорят, и конкретно, кто говорит. Они прямым текстом говорят, заявление на стол и увольняйтесь. У нас даже запись есть на телефоне. Александра Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Для меня тут дошли случаи, что собираются запостовку сотрудники. Все ли тебя делать? Я не буду никаких приливий вам рассказывать, ничего пояснять не буду, я скажу сразу. Если что-то не является, пускай пишут заявление на стол на увольнение, можете писать вместе с ними. Задим других ходить. Нет, так а почему? Почему вы нас доставляете увольняться? Мы просто требуем заработную плату. Вам все понятно? Вы осуществили мое мнение? Да, я вас осуществляла. Это вот дочь Давыдова. Она значит, не хотите работать дословно, это сам увольняться, я наберу вон со службы занятости. А вот вы ходили в прокуратуру, писали обращение. А что прокуратура сказала? Есть какой-то ответ уже? Нет, ответа еще не получила. Лучше нам, у меня ответа не получила. Потому что вот я разговаривала с прокуратурой тоже, мне сказали, что вам должны были зарплату еще на той неделе выплатить. Ничего не было. И даже деньги на это переводили? Не знаю, на курсе, но на карточку средств не поступают. А где они сели тогда? Ставки делают на повышение доллара. Скажите, вот у меня была такая информация, что Наталья Владимировна Крылова звонила кому-то из ваших сотрудников, и вот прямо, знаете, говорила, вот вы знаете, я сделаю все, что хотите, я там, значит, пересажу Ефимовских, там еще что-то. То есть, судя по ее рассказу, вот этому на телефонному, да, но она там действительно какое-то участие принимает, она что-то делает. Вот такой звонок был, но этой женщины здесь нет. Звонок был, звонок есть, и голос есть. Алло, здравствуйте, а мне не знали, Анна Олеговна. Я слушаю. Анна Олеговна, это депутат Крылова Наталья Владимировна. Вам удобно разговаривать? Ну да, удобно. Скажите, я вот звоню по такому вопросу. Ну, вы же в курсе, как никто, наверное, по ситуации с ПЖРТ, с начислением зарплаты и всеми этими проблемами, которые у них там сейчас происходят. Для меня немножко отголоски доходят о том, что у вас конфликт с Еленой Давыдовной, но, в принципе, я его наблюдала в декабре месяце, когда мы с Копчуком к вам приезжали, там акт подписывала. Значит, она не подписывала, при мне это было. Скажите, вы на каких-то условиях можете нам помочь? Мне нужно решить эту проблему. Это не только мне, это и Тихонов, и администрации, чтобы вот эти долги по зарплате были закрыты. Я сейчас немножко всех повыдергивала, и нового будущего директора, и Елену Давыдовну. Я поняла, что у вас там конфликт. Значит, посмотрите, давайте так. Ну, мне, моя задача сейчас ввести вас с Натальей Викторовной, и чтобы как-то вот вы с ней договорились, ну, о вашей работе, если вы не против, на вот какой-то вот сейчас период. А вот эту зарплату закроем, а там дальше и Ефимовских уйдет, ну, и сядем все вместе за стол переговоров, как говорится. И как раз и возникают вопросы, понимаете, к Тихоновой. То есть, ну, она вот сегодня пришла, там внизу, значит, что-то поддиктировала, поснимала, убежала. А за реальные свои проблемы, которые они наворотили, могут подвергать ответственность, они не пользуются. Они просто посадили людей, которые вообще абсолютно компетентно учились на бюлальном хозяйстве, абсолютно ноль. И выжили, получается, всех. Мы вот в отпуске по уходу с детьми, но мы собирались работать, дальше продолжать работать детей, как бы оставить на бакуше. Да, на неполном рабочем дне. Собирались работать. Нам не дают возможности такой работы. И сами не справляются со своими детствами. И не справляются, и тут же видно взаимосвязь. Ну, дочь Давыдова не просто так же появилась. Не судятся же пришла. ...возвращались, и прекратили свою заработку, платят, и пособие. Что, с 1 января вам не пахнет? Нет, нет. Прежде чем, вот, с нами полностью расплатилась. Вы непосредственно к руководителю обращались, но в чем вы написали? Конечно, ничего не писали, в чем вы написали. Если вам что-то не нравится, заявление на столбце... Ну, это неправильная позиция. Хорошо, а на предприятии есть комиссия на трудовой срок? Нет. Нет, пока вы. Так, а... ...вынешний вопрос, так, или упросту... ...запонтан, да, пожалуйста, давайте... Мы обращались к прокуратуре, ответы на нашу. ...на мой взгляд, здесь задержка, не просто заработная плата, существует и административная, и здоровая, и ответственность, да? Это очень серьезные вещи. Поэтому здесь тогда надо делать тоже запрос. Сколько у вас работает полиция? Никто не получает? Да. Никто не получает. Мы даже не можем получить, а сейчас не есть заявление. Там небольшое дополнение. Часть не получили даже за декабрь, а часть не получают с 1 января. Это технические работники, которые обслуживают дома, допустим, Победы 22, Победы 26, а часть, которые обслуживают Дом ветерана и общежитие, они, соответственно, с 1 января не получают. Вы штатные все работники или пока-то по договору? Я штатные. А еще оплата, ну, сбор средств за обслуживание производится вовремя? Какой процент? Кто должен деньги? Или все деньги оплачены, администрация не выплатит? Ситуация, значит, следующая. Вот эта, значит, управляющая компания МУП по ЖРТ, она является муниципальной. Фонд там же личный, ну, достаточно уже такой старый, ветхий. Понятно, что сложно, да, его обслуживать. До этого, до 1 января 2018 года руководителем был Коньков. У нас осенью были выборы в Думу Азбеста, сменилась власть, пришли коммунисты, депутаты, которые потребовали от главы города сменить руководителя. Они решили поставить своего человека. И вот с первого числа, там, сейчас, значит, они поставят своего человека. Люди совершенно некомпетентные. Скажите, вы на каких-то условиях можете нам помочь? Моя задача сейчас ввести вас с Натальей Викторовной, и чтобы как-то вот вы с ней договорились, ну, о вашей работе, если вы не против, на вот какой-то вот сейчас период. Они просто сидят там, ключики не ту, ничего не понимают, что нужно делать. То есть надо туда прискать, так, девочки, надо делать вот это, вот это, вот это. То есть, как бы, я-то вот что от вас прошу. На самом предприятии идет хаос полнейший, понимаете, какая ситуация? Ну, работники-то ведь не виноваты в этих всех политических баталиях. Почему им зарплату-то не платят? Вот человек взялся, его назначили, он отвечает соответствующим законодательством в отношениях. Поэтому давайте, я тут нахожусь, надо делать их прокуратуру сразу. Сейчас, в настоящее время, прокуратура лучше работает. Ну, значит, мы от себя сделаем дополнительный запрос, потому что невыплатный заработок нахват, и еще раз говорю, это не только дисциплинарный, это уголовный, это не только дисциплинарный. Подрешите вам небольшое, продемонстрировать видео, как они общаются. Как по отношению к работникам, на вопрос о выплате заработок нахват, отвечает руководитель. Когда вопросы на поистине? Нет, я ориентирую продали министра, у нас не работают. Ну да, у нас, по крайней мере, уже заставляют писать за деньги нового. Ну, значит, как говорят, ваше индицентр деньги не перевел, на счете денег нет. На все вопросы по заработной плате руководство по ЖРТ отвечает своим сотрудникам кратко. Если что-то не остается, поставьте, что заявление на стол на оборотнике. Это у директора в голове? Это будущий директор. Дочь депутата Довыдова, коммунистов. Я не буду никаких приливий вам рассказывать, ничего пояснять не буду, я скажу сразу. Если что-то не остается, пускай пишут заявление на стол на обувольнение, можете писать вместе с ними на днем других людей. Вот уже за это можно привлечь к ответственности руководителя. Почему? Почему, если она заставляет него не осталась? Я вчера пришла за решательными местами за январь, мне их не выделили, потому что за январь у нас якобы проведены авансы, мы авансы не получали. Мы вообще еще ни копейки не получали. Ваш вопрос берем на контроль. Председатели партии. Да не только. Мы начинаем сегодня с ним заниматься. Еще. Наталья Рубертовна, вы же вот 12-го числа подписали это постановление администрации, в котором выделили субсидию как раз вот именно на выделение, на выплату заработных плат. Прошло уже больше двух недель. Вы 2,5 миллиона выделили, получается, по общежитию и 990 тысяч по этому. К вам они обращались вообще за получением... У нас идут с вами годовые субсидии. Так это само собой. Да, то есть в данном случае часть субсидий может быть направлена на заработную оплату только части работников. Это само собой. Ну, в данный момент то есть в каких-то документах о том, что сложилась критическая ситуация, о том, что мы не выплачиваем, мы не видим, да, возможности для оплаты не поступало. То есть сегодня совместно мы принимаем участие стороны администрации в рассмотрении, в интересах работников вопросов, связанных с выплатой заработной платой. Я могу подтвердить, что позиция администрации в первую очередь направлена в выполнение социальных трудовых гарантий. И здесь, конечно, если мы, да, установим этот механизм и даже уже смотрим на систему распределения поступающих платежей, приведем соответствие, и я обязательно здесь уже под личную, не то, что даже контроль, а личную ответственность, возьму вопрос выплаты в ближайшее время вам заработная плата. Это вопрос принципиальный. Вопрос принципиальный, поэтому здесь мы будем обязательно смотреть и восстановим все оплаты. И второй момент по обслуживанию. То есть вообще в обслуживание никакого практически не ведется. Домов именно вот этих, понимаете, жители звонят, то есть на телефоны никто не отвечает. Была уже крупная коммунальная авария на Победы. То есть звонили руководству, их просто отправили далеко, понимаете, вот так вот. И потом, при вмешательстве уже главы ситуацию порешали. Но так ведь не должно быть. Глава ведь не должна исполнять полномочия руководителя, понимаете? Бардак полнейший. Дом ветеран, социальный дом, мороз минус 30, новый главный инженер заходит в подвал и полностью перекрывает отопление на дом. Ладно, дом с диспетчеризацией и, соответственно, Горэнерго, сразу же, но через час оно видит, опаньки, а у нас по-русски говорят, потребление тепла в доме снизилось до нуля. В итоге, 4 стояка под разморозку, они до сих пор не сделаны, потому что людям зарплату не выплатили. Их прогнали, даже не выплатив ни копейки зарплаты. Мусоропроводы, вот эти боковые лестницы, так, вот вы сходите туда, там сейчас, в самом помещении лестница минус 5 градусов. Сами мусоропроводы тоже не работают, потому что они выгнали работников мусоропровода, просто выгнали, сказали, что вы не нужны. Надо заниматься, чтобы помочь людям, обязательно займемся. Я думаю, что мы еще в администрации в ближайшее время встретимся, и все равно... А вот скажите, пожалуйста, вот я вот этот вопрос не понимаю. Вот сейчас читаю обращение, значит, в обращении написано следующее. с января 2018 года власть сменилась, управлению МОК по ЖРТ приступила дочь депутата Давыду Викторовича от Бестовской городской думы, Яринских Наталья Викторовна. Это дочь, да? Но приступила она неофициально, так как для ухода управляющей компании жилищая худость приписывает требования, которые она не обладала. Объяснил. Там в начале с 1 января директором стал и исполняющим обязанности директора очередной здесь председатель Ио Ефимовский. Это руководитель Дома ветеран. Месяц она поруководила, соответственно, потом меняется вот этот вот становится его директором, сейчас становится бывший главный инженер, который вот этот новенький, который накрутил на доме. Он еще месяцок поработает. С чем это связано? У нас есть лицензионные требования. Лицензионные требования прямо устанавливают, что должностное лицо управляющей компании должно, помимо всего прочего, иметь сертификат. На данный момент официально ни одно должностное лицо в городе ПЖРТ не имеет этого сертификата. Но ГЖИ чисто по-человечески оно дает месяц-два, допустим, порулить, потому что человеку уже надо сдать этот экзамен, потом, соответственно, получить его этот сертификат. То есть какой-то дает временной ваг. И они на этот временной ваг. А реальный человек, который, вот вам все работники подтвердят, который реально всем рулит, только один. Это непосредственно вот этих Ярина-Яренских, вот дочь депутата. и к управлению приступила, приступила, да? Ярина-Яренская. Она как приступила? У нее что, какие-то в целом комитете? А как она может? Она, ну как бы, она директором, чувствует себя директором, называется, по всем. Особо, что я там, да, вот я, да. Она конкретно, я пришла на днях просто за справкой 2 НТПЛ, она конкретно у меня спрашивает, как на полномочных руководителях, когда вы собираетесь, говорите отпуск по уходу за ребенком? Когда собираетесь, собираетесь ли вообще как бы по 100 человек? Вот а зачем, если это посторонний человек? Ну, как бы, она просто станет директором. Она как-то депутата, что ли, не знаю. Представляется, надо еще в трудовую инспекцию делать, прокуратуру и в трудовую инспекцию, потому что нет возникает... Нет, в прокуратуре Наталья Викторовна не появляется. То есть появляется исполняющей обязанности. Мы работаем с исполняющим обязанностей. Ну, конечно, то есть, здесь у нас нет документов. Мы можем понимать, что есть желание возглавить организацию. Но она сдала экзамен на сертификат и она будет... Она сдала экзамен на сертификат и она будет... Не, ну, когда будет, тогда и будет. Ситуация. Я подхожу к слесарям, которые вот здесь вот рядышком сидят на Победы 22, у них там типа бытовки, где они там пилят, режут, ну, всякие вот эти заготовки, всякие делают. Туда заходит Ефимовских под ручку вот с этой вот дамочкой и Ефимовских ни слова, ничего не говорит, а полностью все распоряжения, все остальное раздает непосредственно вот это вот дочери. вот это же незаконно. Это и не то слово. Второй момент, еще не менее важный. Все. Нет, нет. Спасибо, что пришли. Люди обращаются в прокуратуру, пишут заявление, пишут заявление. Выходят из прокуратуры, проходит ровно две минуты, звонок вот от этих Егенских с матом. Ты выйти по какому хрену вообще там пишите тут какие-то заявления. То есть кто-то из прокуратуры, видимо, информацию есть подозрения. Мы не дошли до прокуратуры до общежития, уже доложено. Из прокуратуры уже начальство доложено. И обслуживание-то там уже показывалось сколько раз по телевизору. Вообще, не лампочек сами жильцы или комендант покупают. За свой счет. За свой счет. Мы заявление ваше принимаем. Ну нету, даже на лампочке.